Эбигейл вернулась в школу с новым желанием усердно учиться. Она сторонилась других девочек и полностью погрузилась в учебу, чтобы до Рождества попасть на доску почета. Однажды из-за сильной головной боли она ушла с урока немного раньше. Ей нужно было предупредить об этом завуче, и по пути в его кабинет она проходила мимо библиотеки. За закрытой дверью слышались чьи-то приглушенные голоса. «Кто это отсутствует на уроке?» – подумала она. Во время уроков никому не разрешалось находиться в библиотеке. За соблюдением этого правила строго следили. Любопытство заставило ее остановиться. «Наверное, это Сандра. Только ей удается обойти это правило». Эбигейл прислушалась, но не могла понять, о чем идет разговор до тех пор, пока кто-то не сказал достаточно громко. «Она считает себя такой красавицей! Вот почему! Я ей ужасно завидую!» Узнав снисходительный голос Сандры, Эбигейл в недоумении подняла брови. «Интересно, о ком это она говорит?» «Помнишь, как мальчики посвистывали каждый раз, когда она приезжала в нашу церковь?» Эбигейл узнала голос Эдит. «Ну, конечно же, за Сандрой постоянно следует ее тень», – с раздражением подумала она. «Я знаю, и это меня злит. Меня всегда охватывало негодование, когда мои родители говорили, что на выходные приезжают Лайл и Сьюзен. Кем она себя возомнила? Думая, что может просто войти, и мальчики упадут к ее ногам, забыв о существовании нас, простых смертных?» Эбигейл похолодела. «Они говорят обо мне». Ее ноги, казалось, приросли к полу. — Тссс, не так громко, — предупредила Эдит. И Сандра начала говорить тише. Эбигейл прислонилась к двери, стараясь расслышать тихий голос Эдит. — Меня больше всего достает то, что она ведет себя, как невинная овечка, как будто она вообще никогда не замечала внимания мальчика. — Именно. Я уверена, что это их и провоцирует, — поддакнула Сандра. — Куда бы я ни пошла, она всегда оказывается рядом со мной. Мне надоело соперничать с ней. Ну и зазнай-ка. — Только представь себе, Джерри попросил меня взять у нее фотографию для школьного альбома. Он боится, что она откажет ему. А ему очень хочется иметь ее фото. Неужели она нравится Джерри? Эбигейл вытянула руку, чтобы опереться. Что это они такое придумывают? Ведь ее совершенно не интересуют местные мальчики. И что Сандра имела в виду, говоря о соперничестве с ней? У Джерри, конечно же, с головой не все в порядке. Кто, будучи в своем уме, мог бы влюбиться в Эбигейл, когда ты свободна, как вольная пташка?